Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что ж, друзья, очень долго не выходили у нас ролики, тем более по карьерам, вот, дождались. Ну и также подумал я, что не очень-то и мне уже лично интересны все вот эти вот карьеры, которые сам же насоздавал, играя, причем на вот этом мировом уровне, потому что на мировом обыгрываю я всех, на легендарном практически обыграют меня все, поэтому нету такого как-то баланса. Поэтому я решил все-таки поставить на легенду и выключил вот этот соревновательный режим. Почитал именно даже здесь, вот, и решил его выключить, чтобы не было вот эти вот, играть против более сильных соперников со стилем игры, вот, лучших игроков FIFA. Поэтому решил вот это вот убрать и все. Вот, ну и также сложность в зависимости от игрока, у звездных игроков в составе команды под управлением искусственного интеллекта будет повышенный интеллект. Я не знаю, нужно это или нет, если нас вынесут, я это тоже уберу. То есть вот так вот оставим просто вот легенда, что мы играем на легенде. И как-то так, вот, потому что Мадрид сериал у нас в очень хорошей форме. Мне кажется, это самый у нас лучший клуб из всех карьер в этом году. Обыграют все и всюду, всех и всюду. Вот, но сегодня у нас вот такие матчи. У нас 5 матчей в чемпионате. А, извиняюсь, 4. Один в кубке, сейчас мы будем против Жирона играть. 4 в кубке и также игра в Лиге чемпионов. Это против Боруссии, это первая игра. Вот. У нас тоже есть карьера за Дортунскую Боруссию. Ну, так вот будем сегодня против них играть. Ну, что же, давайте, я даже не знаю, как-то сделаем наш график. От игры, мне кажется, с Боруссией лучше. Поэтому первым составом будем играть против Боруссии. Вторым против Валериала. Первым против Гранады. А, значит, вторым будем играть сейчас против Жирона. Надо посмотреть, готов или нет. У меня, в принципе, состав второй, да. В принципе, готов. Поэтому все. Вот таким составом мы и отправляемся. Посмотрим, что из этого у нас получится. Все. Легенда стоит. Ну, и посмотрим, как сейчас будет трудно нам играть. Поехали. Ну, что же. Выездная для нас игра. Жирона нас принимает на стадионе Estadio de Montelivio. Четвертьфинал Кубка Испании. Если я не ошибаюсь, то четвертьфинал, это... Этот именно стадия турнира проводится в один матч. Полуфинал, и там уже в два идет. Поэтому как-то так. А Жирона по пенальти вон там прошла. Это Эльчи, вроде, если я не ошибаюсь. А мы 6-0 вынесли Валенсию на стадии 1-8. Поэтому как-то так. Сейчас посмотрим, что у нас, в принципе, получится. И Жирона начинает матч. В принципе, это и логично, что так совпал у нас календарь. И... Что именно с Жироном мы играем вторым составом. Именно кубковые матчи для этого-то и придуманы. Вальвердо, выход 1-1. Практически вывели его на эту позицию. Он забивает гол. 15-ая минута. Реал Мадрид выходит вперед. Отлично. Вообще, даже не используя дриблинг, проходит дальше Иско. Какую хорошую передачу. Она Вальвердо отдает. И Вальвердо дубой. Отличный матч для себя проводит этот уругвайский полузащитник. Хорошо подключается к атакам. И показывает, что не зря он это делает. В итоге 32-ая минута. Счет 2-0. И... Счет остается неизменным. Все так же 2-0. А вот этот момент. И Бастас забивает. 90-ая минута. 2-1. Жирона довела свой момент. Наконец-то наиграли, наверное, они все-таки на один этот гол. А вот и Бензема выходит вместо Йовича. Наверное, тренер все-таки на всякий случай делает эту замену. Абсолютно всех. Вальвердо. Нет. Здесь ему не дали пробить. И все. Финальный звездок. Мадридский Реал празднует выездную победу. Минимальную все-таки. Но победу. И выход в полуфинал Кубка Испании. Ну что же. Наши возможные соперники по полуфиналу. Это Deportivo Alavez. Это Espanyol. И Villereal. Которые по пенальти обыграли вот Атлетик Бильбао. Поэтому, как мне кажется, если нам попадется Villereal, то это самый серьезный соперник. Остальные проходные, действительно. Итак, сборная Финляндии связалась с нами. Чтобы мы стали главным их тренером, мы отклоняем. И нам приходит сообщение от Ферлана Минди. Говорит, что он в хорошей форме и хочет сыграть против Гранады. Я действительно подумаю, потому что Минди с рейтингом 86. Наш основной левый защитник. Он, естественно, будет принимать участие в этой игре. Ну, вот он наш состав на матч против Гранады. Ну что же, составы на ваших экранах. Пасмурная погода сегодня. Поехали. Ну что же, Сантьяго Бернабео принимает матч Мадридского Реала против Гранады. Испанская Ла Лига Сантандер. Мы начинаем. Тони Кросс через Карима Бензему. Ну вот шикарно. Вот шикарно же Модрич. Какой шикарный момент. Лука Модрич открывает счет в сегодняшней встрече. 13-я минута. 1-0. Модрич вводит вперед. Мадридский Реал с голевой передачей от Карима Бенземы. К матчу. Здесь Тони Кросс. Ну и как же шикарно. Карим Бензема делает счет 2-0 и все. Это победа. На 92-й дополнительной минуте Карим Бензема поставил это все-таки точку. Но нервы все-таки Мадридский Реал сегодня потрепал. Хотя и вели в счете. Начиная с самого начала. Там очень быстрый гол на 15-й, если я не ошибаюсь, минуте. И до самого последнего момента этого матча держалась вот эта вот интрига. И вот. Какой шикарный пас на Карима Бензему. И все-таки он подтверждает звание лучшего бомбардира на данный момент Ла Лиги Сантандер. Победа 2-0. В принципе, как и ожидалось. Победа должна была быть, но... Получилось, как получилось. Так. Пикфорд нас благодарит за то, что мы верим в него. Хоть он не относится к числу ключевых игроков этой команды. Я не верю в него. Просто ратирую составы, чтобы и первый состав играл, и второй. Давайте скажем, горжусь тобой. Хоть он и пропустил гол против Жирона в кубке. Так, а у нас тут сразу, смотрите-ка, появляется еще один матч у нас сегодня. И скорее всего, я не знаю, отдохнут или не отдохнут, но в кубке нам придется играть снова первым составом. Из-за победы вот над Жироной у нас появился еще один вот матч. Полуфинал против Вильреала, кстати. Вот так вот получилось. Там же в два матча или в один? Сейчас надо вот посмотреть. Первый. Так. Да. В двухматчевое противостояние будет. Поэтому, ну я сейчас постараюсь, конечно, сейчас будем смотреть и отталкиваться от готовности первого состава. Но я бы против Вильреала сыграл бы первым, конечно, в кубке. Так, Вальверде говорит, что он в хорошей форме и хочет сыграть против Вильреала. Но я пока что подумаю еще. Вальверде, кстати, набрал хорошую форму. У него 86-й уже рейдинг, практически как у Луки Модрича. Давайте точечно заменю позиции игрока. Но как бы сыграет у меня в любом случае первый состав. Основная будет оттуда, конечно, этот костяк. Но вот, например, Тони Кросса уберем. Как раз выпущу Федерико Вальверде. Вместо Модрича. Я даже не знаю, у кого Иска давайте. Цапником вот сделаем. Вместо Бенземы. Давайте Венисиуса. Почему-то я хочу попробовать на этой позиции. Не, ну он же все равно. В любом случае как-то вот... У него одна, я так понимаю, позиция. Да, только одна ЛФА. Но вот как-то мне хочется все-таки попробовать Венисиуса. В центре нападения, ну... А если поставим мы Венисиуса все-таки и повыше только передвинем его вот прямо, чтобы он был именно форвардом. Минус два. Вот так вот. Поэтому пусть уж лучше, наверное, ЦФДшником он был. Вот. Давайте пусть так. Пусть так посмотрим. Вдруг что-то да и получится. Все-таки это кубок Дойщ на стадионе у нас. Поехали. Итак, первый полуфинальный матч Кубка Испании. Мадридский Реал против Вилья Реала. Две самые вот оставшиеся команды, которые можно было и в финал даже столкнуть, именно в финале. Но получилось как получилось. Мы их увидим в полуфинале, а там будет играть Депортиво против Эспаньола. Поэтому если Вилья Реал, либо Мадридский Реал выйдет в финал, то скорее всего уже будет ясно. Именно из этой пары, как по мне, будет уже выявлен победитель Кубка Испании. Потому что Депортиво и Эспаньола вряд ли навяжут какую-то борьбу. Хотя тоже сенсационно какая-то из этих команд может выйти в финал Кубка Испании. Этот парень Вилья Реал, Парреха, отлично здесь Алаба, как сейчас прям грамотно отыграл Асенсио. Шикарно, вы посмотрите, как сейчас Реал и Вилья Реал проводят свои моменты. И Азар, девятая минута, ну это просто... Я не знаю, что, что хотел сделать сейчас Вилья Реал в первые минуты. Сразу бросить все силы в атаку. Ну вот, Мадридский Реал поймал на контратаке. Очень хорошо остались впереди Венисиус и Азар. Ну а Бразилиец не пожадничал и отдал на Эдена Азара, который вывел вперед. Сейчас Мадридский Реал в первом матче полуфинала Кубка Испании. Какие-то установки все выполняют. Ну а дальше это уже дело техники и личное качество футболиста. Вальверде. Отличный момент, что это 2-0 и это 2-0. Посмотрите, что творит сегодня Венисиус на позиции нападающего. Он играет, конечно, на позиции центрального, оттянутого такого нападающего, ложную девятку. Но на этой позиции Венисиус раздал уже две голевые передачи. Первая была на Эдена Азара. А вот сейчас посмотрите, как он нашел этим пасом Федерико Вальверде. Уругваяц спросил главного тренера, говорит, в хорошей оформе, выпускайте меня, я готов играть. И вот получил он место в стартовом составе на игру против Вильяреала. И такие ребята приносят пользу, конечно, Мадридскому Реалу. А вот и Иско. А вот и Вальверде. И что? И что? И это 3-0. 44-я минута. Вальверде просто гений Кубка Испании. Так что, мне кажется, в последних стадиях уж точно он принес победу Мадридскому Реалу и против Жирона. И сейчас, забив дубль, так что в последних матчах он точно лидер команды именно в этом турнире. Посмотрите, как с такой дистанции подкручено так пробил. Не просто прямым ударом носил, а именно с подкрутки. Но здесь Серджио Асенхо не смог выручить свою команду. И все. Вы посмотрите, 3-0 к перерыву. Громитриал. Выездную команду. Гостевую. Просто супер. Играть, конечно, в этом противостоянии 4 тайма. И вот за 1 тайм Реал уже буквально сделал себе эту путевку. Вот Асенсио. Выход 1-1. Азар 4-0. Дубль Азара и дубль Федерико Вальверде. 50-я минута. 51-я минута была в момент пробития. И Аден Азар тоже вносит свою лепту. Ну, трудный период переживает сейчас бельгиец в своей карьере. Но пользу он все-таки команде-то приносит. Идут уже в испанском футболе. А вот опасно Коклены. Это пенальти. Это пенальти. Делихт сфалил на французском полузащитнике. И будет пенальти. Смотрим еще раз момент. Ну, здесь вот как-то вот он сам уже завалился. Время-то прошло. Корона и Трюгерас выходят у Вильяреала. Посмотрим, помогут ли они как-то изменить ход этого матча. Ну, а здесь нам надо просто отбивать. И нет, развел. Развел Рауль Хименес 4-1. Размочил он счет сегодняшнего матча. Знаете ли, все-таки то ли это гол престижа, то ли это время для камбэка. Пока что делать ставки на этот счет не будем. Посмотрим уже по итогу двух полуфиналов, что все-таки значит этот гол. Хименес забил дебютный этот гол свой за Вильяреал в Кубке Испании. В этом сезоне первый гол у него за три игры. Больше пока что двух мячей во втором тайме в сегодняшней встрече. Но что-то не выходит. Что-то не выходит. Куртуа нужно отлично или нет? Нет, все-таки пропускает. Чукуэзе на 87-й минуте забивает. А вот так вот уже, мне кажется, шансы у Вильяреала появляются на ответную игру. Вот опасный, конечно, снова момент. Две минуты добавлял арбитр и все. 4-2. Уверенная домашняя победа. Но все-таки, ведя в счете 3-0, Реал пропустил два мяча подряд. Даже не 3-0, а 4. Потому что, да, они действительно вели 4-0. И после этого пропустили два мяча подряд. Но как-то вопросы к обороне все-таки тоже появляются. Ну что же, переговоры по трансферу с Серджио Арибасом. Он в Амаликао хотел... Мы хотели, чтобы он перешел. Сорвались. Поэтому вот как-то там они не договорились. Вальверде поблагодарил нас за то, что мы его выпустили. Прислушаемся, пока он в форме. Так, Виннисиус. Ну, то, что он уже начал сразу говорить как форвард. Давайте не будем говорить, что он прям будет на форварде. Просто это... Решил я его попробовать. И мне понравилось, что он две голевые отдал все-таки за матч. Поэтому я делаю все на благо команде. Так вот скажем. Ну что же, сейчас у нас игра в кубке. Прошу прощения, в чемпионате уже, да, Испании. И мы будем играть вторым составом. Вильяреал идет сейчас, кстати, на девятой строчке. Немножко у меня там подустал, конечно, Иска. Не стал я почему-то его менять. И это плохо. Я не знаю, может быть, кто-то у меня готов. А там никто прям не готов. Надо бы посмотреть из молодых. Вот Бланка тот же. Почему бы и нет? Давайте попробуем Бланка. Мы в хорошей форме сейчас идем. Очень хорошо лидируем. С большим таким отрывом. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Вместо Марвина я сюда вот на скамейку-то Асенсио возьму. Поэтому вот. Вот таким составом мы выходим. Дебютирует у нас сегодня Бланка. Поехали. Ну что же. Выезд против Биллериала. Мы на стадионе Estadio de la Ceramica. И играем против желтой субмарином. И сегодня очередная игра против них. 4-2 мы их обыграли в кубке. Но вот посмотрим, что будет уже в чемпионате. Ведь сейчас-то мы встречаемся вторым составом. Даже молодой Бланка сегодня. Но я не помню, выпускал я его или нет до этого. Но вот посмотрим на игру уже в чемпионате с ними. Так что в хорошей форме сейчас уругвает. Йович находит пасом Бланка. И Бланка открывает счет в сегодняшней встрече. Восьмая минута. Вот так вот. Доверие тренера он оправдал. И забил. Первый гол. На самом деле я сейчас не вспомню. Играл, выпускал я его или нет вообще. Но Бланка забивает первый гол в сегодняшней встрече. Йович отлично выждал. Этот момент стянул на себя игроков. И вот здесь вот эта вот зона прям замечательно открылась. Ну и Бланка просто хорошо сделал свою работу. Главное, что реализовал. Очень долго прям катился этот мяч. И главное, что прямо попал. Бильярдным ударом сейчас он пробил. И 1-0. Бланка забивает для себя действительно дебютный гол в дебютном матче. Ему 8 минут потребовалось, чтобы забить в Ла Лиге. И просто замечательный дебют. Поэтому надеемся на его будущее в нашей команде. Гаррет Бейл. Да и в принципе в футболе. Из обороны они вышли. Именно таким способом. Но вот здесь вот опасный какой момент. Сейчас Рауль Хименес забивает. 89-ая минута. Это потеря очков для Реала. Вот так вот. Просто продавил на скорости свежий нападающий. И забил гол. Вот так вот. Два матча против Реала у него. И два забитых мяча. Все. Да. Финальный сысток. Реал потерял очки на выезде. Пропустив в концовке злополучный этот гол. Вильяреал все-таки отбирает очки у лидера чемпионата Испании. Я не знаю, это первая ли наша потеря очков. Я вот не припомню. Но вот так же, друзья, и интересней. Все-таки, что кто-то нам может навязывать эту борьбу, играя вот на легендарном уровне. Так. Нам приходит сообщение о том, что стоит сменить капитана в матче против Баруси Торфман, чтобы мы сделали капитаном Карима Бензамуна. Давайте мы посмотрим сейчас, а что не так. Так. Лука Модрич. У него какие-то... То ли талант... Да, талант у него пропал, кстати. Видите? Лидерство какое-то. То есть для меня всегда был капитаном как Лука Модрич. Ну давайте раз. Такая пьянка, как говорится. Сделаем капитаном Карима Бензаму. Все-таки он и лидер, и командный игрок, как нам написали. Поэтому Карим Бензама будет нашим теперь капитаном первого состава. Насчет второго бы тоже посмотрел. Сейчас там у Марсела это все нормально или нет. Он командный игрок, но не лидерство у него нет. У нас есть, конечно, командные еще игроки. Вот Фернандес. Вот лидерство пока что, я не знаю, ни у кого нету. Поэтому вот либо Марсела, либо Начо, но мне кажется, пусть лучше будет Марсела за его прошлые, так сказать, заслуги перед Мадридским Реалом. Ну что же, сейчас, наверное, самый главный матч сегодняшнего выпуска. Первая игра на стадии 1-й восьмой лиги чемпионов против Баруси и Дортмунд. Что же, интересно будет посмотреть, как наши ребята будут противостоять этой команде. Если так посмотреть, то у нас, конечно, и Вальверде хорошую форму набрал. То есть его можно уже даже ставить вместо лбуки Модрича. Хотя сейчас явные фанаты Реала будут говорить, что Модрич обязан играть в первом составе. Ну и также Милитао вместо Давида Алабы, в принципе, тоже возможно. Но чуть-чуть попозже, наверное, когда там будет какая-нибудь международная пауза, когда игроки будут в хороших кондициях, мы их, если что, заменим. Состав Баруси на ваших экранах я вижу только Банучи в центре поля из таких интересных вариантов. Ну и то, что Джан играет центрального защитника, то есть они вот так вот поменялись позициями. Ну и Бюрки на воротах. В моей карьере за Баруси у меня стоит молодой вратарь, но уж точно не Роман Бюрки. Поэтому давайте будем начинать. Итак, мы в Германии. Сигнал в Дуна Парк принимает Мадридский Реал. Первая стадия раунда плей-офф, первый матч. Посмотрим, как команды будут у нас готовы. Мяча почему-то нету, футболистов тоже. Судьи стоят что-то машутом. Ну вот как-то так. Поэтому посмотрим. И Асенсио. И Асенсио открывает счет в этой встрече. 1-0. 11-я минута матча. И вот он наш лучший бомбардир в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Марко Асенсио вводит вперед Мадридский Реал на выезде против Баруси на стадии 1-8. Хороший, прицельный, мощный удар в дальний угол. И Асенсио забивает уже 12-й гол в пятом матче для себя в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Может скоро стать, в принципе, одним из лучших футболистов в мире. И Бензема. Какой удар. И 29-я минута. Реал увеличивает свое преимущество. И вот он. Вот он, капитан новоиспеченный в Мадридском Реале. Тренерский штаб подсказал мне, что нужно сделать его капитаном на эту игру. И вот. Хороший дальний удар из-за предела штрафной. Игорем Бензема увеличивает наше преимущество в сегодняшнем матче. Уже очень долгое время Тони Кросс выступает за Реал. Поэтому команда, именно как Борусия, изменилась. А вот и Бензема забивает дубль и делает счет 3-0. Вот он, наш капитан. Действительно, мне кажется, может быть из-за капитанской повязки так все для Бенземы сегодня складывается. Но и оборона Борусии, мне кажется, не подъехала на этот матч. И Бюрки на воротах. Хотя, мне кажется, Кобель был бы намного лучше. Но здесь это уже решение главного тренера Борусии. Но у нас все складывается замечательно. Ребята молодцы. Алаба снова на подаче. И Карим Бензема забивает хэт-трик. Я надеюсь, на него все-таки этот мяч запишут. Потому что Карим Бензема делает Си на сигналы Дуни Парк. Отлично. Сейчас посмотрим. Бензема или не Бензема все-таки. Или все-таки игрок Борусии забил автогол. Сейчас будем смотреть внимательно. Подача Алабы. Удар. Но здесь 50 на 50 на самом деле. Бюрки прямо в торга... Нет, это Гюрера. Да, в ногу ему мяч попадает. Сейчас посмотрим. Он такой на самом деле. 50 на 50. Да, Гюрера все-таки забивает этот автогол. Поэтому хэт-трика у Карима Бенземы пока что нет. 4-0. 4-0. Замечательно показывает себя Реал. А вот Бензема 5-0. 5-0. В итоге сейчас уже точно Карим Бензема забивает хэт-трик. Уже точно, мне так кажется, гарантирует выход в следующую стадию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все-таки Ройс забивает. Вот так вот. В себя немножко уже поверили игроки Реала. А вот Борусия забивает гол престижа. Забивает Марко Ройс. И всего гола-то в принципе и не было. Потому что со счетом 6-5. В итоге Барселона в общей сумме обыграла ПСЖ. Но вот сейчас Борусии нужно собраться с силой, с мыслями. И достойно провести игру на Сантьяго Бернабео. Бензема забирает мяч. Так как забил он 3 мяча. А ворота Борусии Дортмунд на выезде. Итак, сейчас у нас игра против Депортива Алавеса. Они идут на 15 строчке. И они полуфиналисты. Кубка Испании, между прочим. Поэтому возможный наш соперник. Если мы выйдем, конечно, в финал. Но им еще нужно пройти Эспаньол на стадии полуфинала. Поэтому посмотрим, как будет складываться у нас сегодня игра. Вторым составом будем против них играть. Состав на ваших экранах. Поехали. Ну что же, домашняя игра. Очень много мы сегодня матчей дома, кстати, провели. Сантьяго Бернабео принимает матч Мадридского Реала против Депортива Алавеса. Поехали. Выйдя вместо Иско на поле со стартового состава. В стартом составе забил гол. Но в итоге Реал все равно потерял очки. И сейчас Жосы Лу на 20-й минуте забивает гол. И Депортива выходит вперед. По счету мы видим абсолютно другую ситуацию. Йович. И какая передача-то сейчас на Венисиуса. Венисиус сравнивает счет. 1-1. 33-я минута. И Венисиус наконец-то забил. Первый гол Венисиуса, если я не ошибаюсь, за сегодняшний выпуск. Голевые он раздавал, конечно. А вот забить не получалось. И вот так вот шикарно. Тут даже нарушение, мне кажется, правил было. Йовича подзбили. Но арбитр дал продолжить этот момент. И Венисиус жуниор забивает шикарно. Вот так вот переиграв вратаря. Закрутив мяч в дальний угол. 1-1. 33-я минута. Жеселу. Какую опасную опять передачу отдает. И 2-1. А Лавес выходит снова вперед. А Реал снова пропускает. Забивает этот гол Лум. Он забил дебютный гол в чемпионате Испании в этом сезоне. Так, а вот опасный момент. И, ну что это такое-то сейчас было? Я понимаю, что я сейчас это сделал, конечно. Что Пикфорд ушел. Просто сместился с ворот. Двойным нажатием треугольника это я сделал. Но очень сейчас плохо отыграла оборона Реала. Марсела там не добегал. Это просто ужас какой-то. Бензема через Венисиуса. Ну вот, на Луку Модрича неплохо. И Модрич 3-2. Есть еще время. Есть еще время, чтобы сравнять как минимум счет. Снова он минимальный. Что за решение суди-то такое бездумное. И Бензема 3-3. Просто шикарный матч. Просто шикарные эмоции. И Бензема забивает в итоге. Хватило вот этой одной минуты. Хоть и доиграли там до 93-й. Но под контролем нашим Реал все-таки сравнивает счет сегодняшней встречи. Что за эмоции сейчас у нас Сантьяго Бернабео. Вы просто посмотрите. Карим Бензема. Лучший бомбардир сейчас чемпионата Испании. Вот так вот аккуратненько. Левой ногой. Перенаправляет мяч в сетку ворот. И сравнивает счет. Два гола в концовке от Реала. 89-я и 90-я минута. И как раз Модрич и Бензема забили эти голы. Тренерское решение было их выпустить во втором тайме. И как мы видим совсем не зря. А вот теперь давайте обратимся к статистике по XG. Алавес наиграл на свои 3 мяча. И мы наиграли даже на 5 мячей. Но почему-то не все они оказались в сетке ворот. Поэтому вот. Ну что же. Сейчас мы будем играть против Рая Валикана. Посмотрел на будущие матчи. В следующем выпуске, который будет тут. И мы снова будем играть сейчас вторым составом. Поэтому посмотрим. Что из себя сейчас будут представлять парни. Просто ужасная была домашняя игра против Депортива. Посмотрим, как сыграем с Рая Валикана. Команда идет еще ниже. Поэтому посмотрим. Итак, Рая Валикана против мадридского Реала. Реал выдал просто огненный матч. Ужасный для себя. Но по счету ничья 3-3. Давно эмоций таких, наверное, не было. Вот теперь нужно показать, что это было просто случайностью, ошибкой. Вот эти вот три пропущенных мяча дома. Готовы, готовы доказывать свое пребывание в королевском клубе. Иско на Йовичей. Как это было красиво и бильярдно. Йович забивает. И в этом матче Реал выходит вперед первыми. А вот так вот Рехо забивает и сравнивает счет. 39-я минута. Реал снова пропускает второй матч подряд. Ну, в принципе, Реал каждый матч там вроде как пропустил. Если я ничего не путаю. Нет, в какой-то игре мы 2-0. Гранату вроде обыграли 2-0. Йович. Отлично сейчас. И... И... Забил. Иско. 45-я минута. После пропущенного мяча быстро Реал... Отошел от этого момента и забил перед самым перерывом свою такую позицию. Милитау. Просто на вынос. И неплохо почти. Если бы только на подборе не был игрок Рая Валикана. А так очень опасный момент. Пикфорд справляется первый удар. А вот со вторым нет. Санти забивает и снова в концовке пропускает Реал. Это также было на выезде против Вилья Реала. Не получилось. Не получилось. Снова не пропустить. И еще и Венисиус мяч за боковую отпускает. Но вот просто дожал. Просто дожал Рая Валикана сейчас в мадридский Реал. И снова ничья. Снова ничья. Вторая подряд ничья в чемпионате Испании у Реала. И... Действительно это не есть хорошо. Какие-то проблемы есть. Посмотрим, что у нас по статистике. Реал... Еле-еле наскреб на эти два мяча. А Рай Валикан-то как раз и наиграл на эти два мяча. Поэтому ничья закономерная. Значит так и должно было быть. Так, нам пришло предложение по Луису Лопезу. Нашему вратарю. Миллион четыреста предлагают. В Австрию мы принимаем. Даже торговаться не будем. Просто сразу согласимся. Ну что же, у нас новый месяц. И с самого начала нам приходят интересные игроки в нашу академию. И вот один из них Мариано Сантана. Я предлагаю его сразу подписать к нам в основной состав. И просто уже там мы ему поменяем позицию. С правого фланга защитника на чистого правого. Поэтому вот. Рейтинг у него вроде неплохой. То есть в 17 лет уже с рейтингом выше 60. Таких мы сразу подписываем. Что более-менее что-то из себя могут они представлять. Поэтому во-первых, план развития мы сразу поставим. Там буквально недели две, мне кажется, он будет менять себе эту позицию. Так вот, правый защитник, да, действительно две недели. Здесь мы соглашаемся. И сразу давайте добавим его в аренду. Будем ждать по нему предложения. Ну что же, а на этом все. Закончился у нас месяц февраль. Так что спасибо всем большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. На группу ВКонтакте, на мой Телеграм-канал. Ссылочка на него в описании под этим видео. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok